Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Нижегородской области. Это средняя полоса России. И у нас уже сентябрь, и с такой погодой, и ветер, и дожди, и по ночам 3-5 градусов тепла. А перед вами вот такие урожаи перцев в открытом грунте. Это сортоиспытательные участки агрофирмы Аэлита. И здесь вот в таких естественных условиях испытываются и томаты, и перцы, и баклажаны открытого грунта. Ух ты! Аромат как на юге. Вот такие перцы можно собирать в средней полосе, в открытом грунте. Дорогие друзья, здесь не было даже на июньские наши прохладные дни, не было никакого укрытия. А садовод ведь что может сделать? Переносной какой-то парничок, мини-дуги поставить, накрыть пленочкой. Вот смотрите, вот на растения сформированы. Вот такие растения. Ух ты! Вот это да, это казачок. Крупные плоды формируются на растениях. А вот там вот посмотрите, дорогие друзья, там вообще и в биологической спелости эти плоды все. То есть это нужно подобрать действительно такие сорта, которые, видите, они районированные, они адаптированные. Да. Вот дают такие потрясающие результаты. Ну, 25 точно есть. Ну, даже больше может быть. Да, даже больше. И даже то, что вот они здесь вот у нас, понимаешь, созревают. Вот такие и биологические спелости, вот они красные там, да. Ну, еще здоровячок, такое название, это значит, что витаминов. Да, и витаминов, и много плодов, там продуктивность растения просто зашкаливает. То вот в апреле месяце посеяли эти семена, высадили рассаду в начале июня, и сейчас вот до сентября месяца можно собирать урожай. Можно собирать, если заморозков не будет, перцы будут у нас расти до конца сентября точно. Ну, начинается этот сбор у этих сортов гибридов уже начиная с конца... В июле. Да, с 20 числах июля уже начинается. Мы приезжали сюда в июле, я делала фотографии, и на этих кустиках, на этих кустиках уже были хорошие перчики, которые можно было срывать и в салат, и в любые заготовки. Здесь хотелось бы отметить, что когда выращиваете такие сорта гибридов, лучше все-таки каждое растение подвязывать, не как мы здесь делали, что шпагат натянули, а вот именно каждому растению сделать свою колушку, тогда будет намного лучше. Естественно, при выращивании в открытом грунте, вот такие агротехнические мероприятия, как рыхление, подкормка. Кстати, при рыхлении надо быть аккуратно очень, чтобы не повредить корневую систему. Перец сладкий очень чувствительный к этому. Вот, может быть, тогда мульчировать лучше посоветовать, потому что под мульчой там всегда влажные рыхла. Мульчировать, в принципе, всегда можно рекомендовать для любой культуры. Мульчирование – это хорошо. Во-первых, держать тепло, не такие сильные перепады. Не образовывается на растениях корка, тоже очень отрицательная влиятельность. Потому что после каждого дождя надо рыхлить. Каждое рыхление – это средство для растений. Поэтому мульчирование торфом, мульчирование соломой, скошенной травой. А пилками даже. Ну, лучше с сухими, потому что скошенная трава, вот я сталкивался сколько раз, когда дождливая погода, эта зеленая трава начинает гнить. Там всякие грибные болезни начинают слизни, грибные болезни. Поэтому лучше всего торф. Ну, у кого есть возможность, конечно, купить кору деревянную. Или, если есть возможность, использовать солому, сухую траву. Ну, не траву, а солому именно, потому что там уже совсем другое. Очень много спрашивают, можно ли использовать опилку. Вот тут необходимо учитывать, что свежая опилка отнимает у растений азота. Потому что идет ферментация опилки. И, во-первых, какую опилку можно использовать? Обычно древесные породы, не хвойные, а древесные породы. И второе, если опилку используют, надо использовать старую опилку. Потому что тут тоже надо учитывать, что старая опилка уже дает азот в землю, наоборот. Понимаете, может быть ожирение пойти. Тут очень надо четко подходить к этим моментам. Естественно, подкормка в течение вегетации. Первый раз мы подкормку делаем при высадке. Ну, это обычно НПК даем или комплексными минеральными удобрениями в каждую лунку. Второе, перед цветением. И третье, перед созреванием. Три подкормки для открытого грунта, средней полосы. Комплексными минеральными удобрениями. Потому что там есть НПК, там есть еще 8-10 различных микроэлементов. Что важно для растений. Дорогие друзья, еще раз мы говорим, что здесь у нас открытые грунты. Никакие теплички не стояли вообще. Если вы выращиваете на своем участке вот такие компактные растения, можно при плохой погоде, вот сейчас, в сентябре, чтобы продлить сбор этих перчиков, можно укрыть на дугах, скажем, или пленочкой, или спанбондом. Ну, спанбондом даже лучше, потому что там проветриваемость очень хорошая. Как он? Ну, трассил называется. Вот такие материалы, тканевые материалы. Нормально. И особенно ночное время, это очень хорошо. Вот, Наталья, еще один сорт, который прекрасно подходит для выращивания в условиях открытого грунта. Это сорт перца сладкого, гулливер. Ну, тут уже у него другая форма плода. Когда мы рекомендуем для открытого грунта, конечно, это экономия защищенного грунта. Как такое? Если культура растет в открытом грунте, зачем его выращивать в защищенном грунте? Туда можно уже другие культуры. Огурец, баклажаны, индетерминатной формы томата. Прекрасные, прекрасные плоды. Один к одному. Большие, вызревшие. Вот он. Можем посмотреть другое растение. Смотрите, сколько плодов на растении формируется. Просто обилие плодов. Вот они. Ой, какие большие, красивые. Вот они, смотрите. Давайте. Очень красивые. Вот сорт гулливер. Прекрасно подходит. Также и для свежего потребления, и для переработки различных кулинарных изделий, солений и так далее. Можно также и замораживать на зиму, резать дольками, реально выращивать и получить вот такой урожай. Есть, мы уже показывали, крупноплодные, кубовидные, конусовидные, призмовидные. И есть еще сорта, которые прекрасно растут в открытом грунте, так называемые порционные перцы. Мини перчики такие, да? Мини перчики такие, да? Видите, они какие вот одинакового размера. Да. Это у нас рубиновая лакомка, есть еще оранжевая лакомка. Вот тоже, смотрите, сколько плодов на растении завязывается. Растения такие вот штамбовые, прекрасно стоят. Можно, наверное, их еще и в каких-то кашпо выращивать, да? Они прекрасно подходят для выращивания в горшках. На балконе? Да. В принципе, даже сейчас их можно вот в это время уже выкопать аккуратненько. Пересадить горшочек. Ну, объем от 5 литров, 5-7 литров, вполне достаточно. И перенести, потому что мы видим, вот смотрите на растение, еще бутонов полно, цветут. Если мы им создадим... Завязи маленькие. Да, если мы им создадим нормальные условия, вот это все то, что есть, они будут цвести, завязывать плоды. И температура 22-25 градусов, хорошая освещенность, влажность на уровне 70-80 процентов. И вы будете до весны, можете вот собирать и использовать плоды. Ой, дорогие друзья, пахнет вот просто нюхал бы и нюхал. Я только хочу маленький совет дать. Если у вас в открытом грунте росли вот такие растения, сразу в квартирные условия, где сухость все-таки больше, где очень высокая температура, не переносить какой-то промежуточный... Должно быть хотя бы 5-7 дней, должны они стоять, так скажем, на лоджи, температура где пониже. Да, да, да. На уровне 15-17 градусов, они должны адаптироваться. Адаптироваться. Это вот такого же типа, как рубиновая лакомка, но другой окраской плода, фазе технической спелости. Это уже оранжевая лакомка. Посмотрите, какая красота. Сколько плодов завязалось там, да, вот они можем даже вот... Прямо светятся они. Все плоды одинакового размера, стандартные, порционные. Вот смотрите, рубиновая, оранжевая, как красиво может быть на ваших грядках. Наталья, еще есть некоторые сорта перца сладкого с крупными плодами. Тоже прекрасно растут в открытом грунте. Кому нравятся крупные плоды, можно их высаживать так же. Ну, естественно, в таком случае на растении не формируется такого количества плодов, как, например, на здоровье, на среднеплодных там, да. Но, тем не менее, даже здесь вот можем видеть вот 2, 4, 6. Вот такие вот. Это не просто крупные, это огромные плоды. И даже плоды могут созревать. Вот они, да, вот. Желтые. Желтые. Как положено по сорту. На растении формируется, вот видим, да, вот. 5-6 до 7 плодов. Растения компактные, невысокорослые. Но, тем не менее, кому нравятся вот такие крупные плодами перцы, тоже можно выращивать, вот попробовать. Они очень хорошо идут наличие. Тут вот их режешь кусочками, так же замораживать можно. Естественно. И свежее потребление, переработка различная абсолютно. Практически, можно сказать, все сорта перца сладкого. Это использование универсальное. А здесь вот такие по-южному крупные, ароматные, сочные, вкусные плоды. То есть все это можно выращивать у нас в средней полосе. И даже вот такие крупноплодные сорта и гибриды. Вот, дорогие друзья, какие урожаи удается собирать в Нижегородской области, в открытом грунте. Погоду вы сами видите. А здесь и яркие, и красивые, и вкусные уже перцы толстостенные. Толстостенные, да, конечно. Вот, когда мы выращиваем в открытом грунте, обычно люди пишут, что не получаются такие полноценные плоды. Они тонкостенные. Мы можем сейчас вот любого перца взять, ломать, там, да, посмотреть. Вот, смотрите, да, какие вот они. Вот, 5-6 миллиметров. Если возьмем другую там, да, вот. Вот, смотрите. Ой, ой, а сука, одно мясо, посмотрите, вот здесь. Аромат, посмотрите. Очень насыщенный, свежеперечный аромат. Просто вот. Вот какая толстая стеночка. Это вот, как говорят про томаты, одно мясо, а здесь у перца одно мясо. Да, так что, реально, выбор сорта, естественно. Давайте еще перечислим, вот, под занавес, как говорится, те сорта, которые мы уже называли. Это казачок, это здоровье. Здоровье. Гулливерш, оранжевая лакомка, рубиновая лакомка. Для открытого грунта. Большой список. Заходите на сайт компании Аэлита. Там вы видите, что и радуга вся цвета. Оранжевые, желтые, красные. Даже фиолетовые. Даже фиолетовые в открытом грунте. В открытом грунте. Смотрите по срокам созревания. Борис Исаевич, нам говорил. Самое главное, у них там срок созревания сама собой, естественно, посмотреть. Самое главное, эти сорта гибридов выведены специально для условий открытого грунта с северных регионов средней полосы России, так сказать. Не бойтесь сажать, не бойтесь экспериментировать. Заходите на ютуб канал Аэлиты Борис Исаевич Мамедов. Там отвечает на вопросы. И с такими профессиональными консультациями у вас точно все получится. Как хрустят. Реально очень вкусно. Желтые еще. Они разные, понимаете? Потому что разный каротиноидный состав. Здесь, например, капсантин, капсорубин. Здесь бета-каротин. Они все являются сильнейшими антиоксидантами. Так что это поливитаминный продукт, диетический продукт. Сладкий, как будто сахар добавлен. Атлантипута. Продолжение следует. Здесь бета-каротин.